Шел 922 год по Григорианскому календарю, когда милости Всевышнего при большом стечении народа, главы племен и народов Волжской Булгарии во главе с правителем Алмушем встретили посольство халифа Аль-Муктадира и официально объявили о принятии ислама. То стало отправной точкой возникновения на территории современной России целой плеяды средневековых государств, для которых ислам стал религией свободного выбора и духовным стержнем государственности. Событие цивилизационной значимости состоялось в 310 году по хиджере. Мусульманскому летоисчислению 1410 год по лунному календарю пришелся на 1989 год общепринятого Григорианского календаря. На излете советской эпохи празднования тысячестолетия принятия ислама по хиджере можно сравнить с приобщением к источнику чистой родниковой воды после почти 70 лет атеистической засухи. Хотя празднование и не было поддержано советским правительством в лице Совета по делам религии при Совете Министров СССР и прошло в основном усилиями самих мусульман. Сегодня исламская жизнь России – это полноводная река, питающая российскую землю и впадающая в общий океан духовной сокровищницы ислама. В 2022 году повторно, но уже по Григорианскому календарю, при поддержке президента Владимира Путина на государственном уровне празднуется тысячестолетие официального принятия ислама народами в Орской Булгарии. В Духовном управлении мусульман Российской Федерации по инициативе председателя муфтия Шея Харавеля Гайнуддина еще в 2016 году начали готовиться к тысячестолетию, подчеркивая именно добровольный характер событий 922 года, определивший ислам как мирную традицию на современной российской земле. На общегосударственной площадке в Государственной Думе эта инициатива была высказана 5 марта 2019 года, а также была поддержана 7 съездом Духовного управления мусульман Российской Федерации в сентябре того же года. В этот памятный день считаю важным озвучить инициативу по широкому празднованию в 2022 году на государственном уровне тысяча столетия принятия ислама в качестве государственной религии государством Великая Волжская Булгария в 922 году и таким образом отдать дань уважения традициям мусульманско-христианского славянско-тюркского союзничества на современной российской земле. Несмотря на пандемию, команда Муфтия Гайнудина продолжила работу над концептом празднования тысячестолетия, а сам духовный лидер вывел вопрос на президентский уровень в ноябре 2020 года. В 2022 году исполнится 1100 лет принятия ислама в государстве Волжская Булгария в Поволжье на территории современной Российской Федерации. Особая значимость юбилея состоит в том, что ислам закрепился в Поволжье по свободному выбору народов и оттуда распространялся сугубо мирным путем, что и определяет характер традиций ислама на нашей российской земле. Мы достойно подготовимся, вместе с вами пообсуждаем, пообсуждаем, что конкретно, в какие сроки нужно будет сделать, какие мероприятия провести. Сделаем мы это достойно, как мы умеем это делать на хорошем государственном уровне. Во главе Федерального организационного комитета президент поставил заместителя премьер-министра Российской Федерации Марата Хуснулина, которого российская УМА знает еще по периоду кураторства от правительства Москвы за реконструкцией и строительством Московской соборной мечети. В федеральный план вошли десятки мероприятий, которые охватят регионы Поволжья, обе российские столицы, Республика Крым и другие регионы. Государство Волжская Булгария располагалось на обширных землях Волжско-Камского бассейна на территории современных республики Татарстан и Чувашской республики, Самарской, Ульяновской областей, вплоть до Пермского края у подножия Уральских гор. Одним из центров празднования станет Республика Татарстан, в которой сохраняется и изучается булгарское наследие. Татарстан одними из первых откликнулся на призыв празднования тысячестолетия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Ведь и сама эта идея была впервые озвучена муфтием Гайнуддином именно в стенах Казанского Кремля в 2016 году. Не случайно в сентябре 2019 года почти синхронно сперва муфти Гайнуддин на съезде Духовного управления мусульмана Российской Федерации 23 сентября, а затем и президент Татарстана Рустам Мениханов в обращении к Государственному Совету Республики 25 сентября подчеркнули важность единения вокруг этой даты. Идея празднования юбилея нашла отклик во всех мусульманских общинах России, а Духовное управление мусульман Российской Федерации сформировало оргкомитет для проработки мероприятий во всех, без исключения, федеральных округах, более чем в 50 регионах. Поставлена задача, чтобы память о событиях 1922 года коснулась каждой общины, дошла до каждой семьи и каждого сердца. Что оставит год тысячестолетия в памяти российских мусульман? Даст Всевышний это будет начало воссоздания исторического облика исторической татарской мечети Москвы, открытие после реконструкции здания Московского Исламского Института, закладки камня, восстанование воссоздаваемой ярмарочной мечети Нижнего Новгорода, открытие новых мечетей и культурных центров мусульман, открытие памятника правительницы Казанского ханства Сюембике в городе Касимове Рязанской области. Прорывными для российской умы должны стать книжные серии Алисляхова Тадждид «Возрождение и обновление» и «Исламская мысль в России», «Возрождение и переосмысление», а также издание энциклопедического словаря «Ислам в Российской Федерации». Тысячестолетие официального принятия ислама народами в Орской Булгарии, праздник всех россиян и веха развития российского государства. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова